Всем привет! Вы на канале Сальса Геймер! Канал об анонсах игр, игровых гайдах и немного музыки и танцев. Сегодня мы решили осветить инфу об очередном обновлении Crusaders King 3. Седлайте коней! Эх, какое погружение, ребята! Я прям ощущаю этот запах навоза, знаете. Поехали! Продолжение следует... Буквально на днях команда разработчиков Crusaders King 3 опубликовала свой новый дневник. В блоге разработчиков описывается следующее нововведение. С помощью дополнения Королевский двор вы сможете оценить своих подданных не только на портках, но и в виде полноценных 3D-моделей. Также украшения или добытые разными путями реликвии и богатства, теперь можно наблюдать в ауче в вашем королевском зале. Чтоб все знали, кто тут самый богатый и могучий. С помощью культурной переработки будет более жизнеспособным управление большой и культурно-разнообразной империей. Чтобы улучшить этот стиль игры, парадоксы разработали новое наследие династии, которое фокусируется на укреплении мультикультурных сфер. Если у вас есть расширение Королевский двор, вы получаете доступ к новому наследию династии Таможни. Рассмотрим все изменения, что принесут династии. Первое наследие усиливает связь между изучением языков и принятием. Добавляю бонус за культурное признание для членов вашей семьи. Довольно мощное средство для открытия, поскольку оно дает вам инструмент для улучшения взаимодействия с культурами за пределами вашего собственного королевства. Хотя и небольшое, хотя в зависимости от того, насколько распространена ваша династия. Оно может быть более или менее мощным. Второе наследие повышает эффективность работы совета. Простое, но эффективное. Наличие дополнительного слота для схем изучения языка означает, что вы всегда можете запустить его, сохраняя при этом свой обычный слот для личных схем открытым для шантажа вассалов или соблазнением братьев и сестер. Когда вы высаживаете культурного лидера на землях, где доминирует его культура, вы уже получаете бонус за признание культуры. Это наследие делает его еще более жизнеспособной стратегией для этого, так как вы также получаете возможность для шантажа, который вы можете использовать для всех видов деятельности. Это хорошо сочетается с новыми вариантами предоставления грантов, о которых расскажут чуть позже. Четвертое наследие открывает особую придворную должность – культурного посланника, или ближе к современному министру культуры. Это не дешевая должность для назначения, но она приносит большую пользу королевствам с разнообразным составом вассалов, поскольку увеличивает мнение о разных культурах до 20. Это также дает большой престиж в качестве дополнительного бонуса. Последнее наследие фокусируется не столько на принятии здания, сколько на получении его преимуществ. Это дает вам доступ к решению, которое, хоть и дорого для принятия, но улучшает землю всего вашего королевства, предполагая, что культура имеет 75% плюс в согласии с вашей. Это может быть действительно огромным бонусом для большого королевства. Это также принесет вам престижа. Итак, одна из самых сложных вещей, которую нужно сделать, если вы хотите иметь самоуправление в своих землях, это найти кого-то с близкой культурой. Чтобы устранить эту проблему, разработчики добавили две новые кнопки в окно «Предоставить». При передаче «Графство» или «Баронство» теперь вы можете выбрать, предоставит ли его дворянину вашей культуры или дворянину местной культуры. Диара на данный момент всегда остается вашей собственной. Если вы выберете любую из этих вариантов, игра сначала будет искать подходящего странника. «Мы хотели повстречать Балиана, защитника Иерусалима. Я просто кузнец». А если никого не сможет найти, создаст нового персонажа. Если вы предоставите землю местному дворянину, вы ясно увидите, какое признание вы получите за этот поступок. Это пока все, что рассказали разработчики. Туманно и хотелось бы опробовать. Когда вступят в силу изменения, к сожалению, разработчики не сказали. Они так пока продолбали все сроки ДЛС и пишут только красивые дневники. Сейчас ребята в отпусках. Пожелаем им набраться сил и скорее ввести в игру что-то новенькое. Ориентировочно все это должно заработать 8 февраля 2022 года, когда выйдет дополнение «Королевский двор». Но это не точно. Спасибо за внимание. Не забудьте отсыпать ролику лайков и оформить подписку, чтобы не потерять наш контент в море Ютуба. Пока-пока. И не бомби по пустякам. Пока-пока. 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 Пока-пока.